Девушки отдыхают Сегодня у нас очень серьезная и актуальная тема, тема государства Давайте выясним свое представление о государстве У нас лекция посвящена тому, чтобы дать знания о том, что такое государство Понятие государство разобрать, а представления какие есть Вот что вы думаете, что такое государство? Вот как бы я журналист, а вы как бы студент, конфликтолог Что такое государство? Как вы думаете, что там у вас думают об этом студенты в университете? Что такое государство? Это непосредственно политическая организация Какая? Политическая организация Это существует управление, контроль на определенной территории На определенной территории Она что, вечно будет существовать? Ну, в общем, у меня Ваша позиция ясна А вы что скажете? Это просто механизм управления людьми Механизм, то есть вообще людьми управляет механически Даже не подумав Вот если я механически что-то делаю, у меня через голову не проходит Машу рукой так, знаете, есть некоторые так, вот так делают Это механически И вы, это еще механизм Ужас Какое у вас представление о государстве? Вы, наверное, имеете в виду бюрократов Они вот к ним приходите А они механически что-то делают Вас не слушают Они свое пишут бумаги Отправляют Вы одно Они вас к вами не считаются То есть это у вас критика, так сказать, современного государства Критика правильная Так Ну, наверное, это территория, имеющая определенная граница Есть территория, есть граница У нас за границей кто отвечает в России? Какая организация? Не знаете? За границей, да А пограничники к чему относятся? К какой службе? А? Не К какой службе относятся пограничники? А? Правильно Вот человек знает Учитесь ФСБ У нее контакты У вас контактов нет с этой организацией Она знает все Она не просто так знает Так А вы что скажете про государство? Ну, государство Это фактическое объединение ФСБ Это определенное предзаквение На определенной территории Имеющейся символику Созданной для консередации общества Это объединение А когда вы соединились-то в государстве? Вы участвовали в этом объединении? Решали это, да? Вступали туда? Или как? Или вас загнали? Или с рождения вы оказались в этом? За меня что-то гнилые предки гнилые А кто у вас? Динозавры предки? Наверное То есть с динозавров начинается это государство Гитара, конечно, лекция Поэтому подразумеваем после лекции Так Ну, хорошо Давайте вот вы что-то думаете По поводу того, что такое государство Государство Это признанная организация Обладающая правом На легитимное насилие С целью его обеспечения Организация, обладающая правом На легитимное насилие А легитимное это как на русский язык Не можете перевести? На законы На узаконенное насилие Да Организация, обладающая правом То есть любая вот такая организация Это государство Да? То есть государство Это, наверное, вот эти наши тюрьмы Нет? А что, они не обладают правом На легитимное насилие? Вот в тюрьме попробуй вы что-то Туда не пойди Но тюрьма этими правами Сверху наделяется Как особо суда Сверху А вот те, кто сверху Те государства А те, кто снизу Не государство? Тюрьма входит в государство? Ходит Так, ну это правильно Так, а вы что скажете? Мне кажется Именно все сказали Так, придется это выключить Сверху Александр Сергеевич, лекция Перезвоню потом Нет, лекция сейчас Перезвоню потом Ну через полтора часа Так, с вашего позволения Я этот телефон выключу Потому что он не дает работать Отключить питание Без питания он не может работать Все Так Так Ваше слово У вас заключительное слово Вы можете все обобщить Политика территориальная организация Обладающая неким аппаратом Для осуществления своих Огромнительных управленческих функций А этот аппарат Сменьше терпевает изменения А у них свои функции есть Они свои что-то решают А мы к этому не имеем Никакого отношения Какие-то у них функции есть У этого аппарата Вы тоже критикуйте Что они занимаются Какими-то своими делами Да еще вдобавок У них есть Законное право Насилием нас подвергать И вот сидят люди Решают свои задачи Бюрократы вот эти Которых тут критикуют Механически там шуруют И чуть что Если мы мешаем этому механизму Нам раз Чуть что и в тюрьму Причем все на законном основании Вот такая наша жизнь Вам повезло Вы не слышали Неправильных ответов Какие были По вопросу о государстве Вам можно Дать возможность Сказать правильный ответ Что такое государство Слово знакомо вам? Да, знакомо Пожалуйста, скажите Тем более у нас университет государственный Можно даже А то скажут Что это у нас государственный университет А вы не знаете Что такое государство И государство тогда применит Эти свои функции Уносили В тюрьму, правда Не посадят за это Но какие-то Невзгоды могут Нас спасти И что такое государство Я думал, вы задержались Изучали этот вопрос Электричка опоздала А, электричка Вот Электричка опоздали Надо наказывать Кого? Государство Из-за нее Из-за нее Из-за электрички Она вот Пришла позже А я думал Она сидит в электричке Электричка опаздывает У нее дополнительное время Она обдумывает Что такое государство То есть Каждое опоздание Используют для Продвижения вперед Для развития Правильно? Если у вас какая-то пауза Что нужно делать? Доставить книгу и читать Или бумагу и записывать Так Потому что Времени это нету Сами вы же видите Вы же студенты Знаете Времени нету Надо ловить Всякие возможности Искать По кусочкам Собирать Ну Значит Для того чтобы понять Что такое государство Надо подходить К этому вопросу Во-первых Исторически Мы с вами Рассматривали Какой вопрос? Вопрос о классах Рассматривали? Рассматривали Вот Значит Давайте подойдем Теперь Не к определению Просто классов А исторически Какие классы Самые первые появились? Два класса Самых первых Какие? Первобытно-общение Первобытно-общение Коммунизм Не классы Классы Какие первые Самые Мы знаем Рабы И рабовладельцы Вот Рабы И рабовладельцы Вот представьте Я вот К классу Рабовладельцев Отношусь А вы К классу Рабов Вот смотрите Сколько вас Много Два Мужеского пола А другие Могут глаза Выцарапать Если что И помогать Как меня Заставить вас Работать Что должны Делать Рабы Трудиться А? Трудиться Должны И все И ничего не спрашивать Они кто такие? Есть у них Права Какие-нибудь У рабов? Нет Нет никаких Прав Обязанности Одни Только Обязанность А у Рабовладельца Есть какие-то Обязанности По отношению К рабам? Абсолютно Никаких Нет Вот вы умрете Жалко Конечно Потому что А кто будет Мне Картошку Жарить Потом Вы умрете А кто будет Виноград Собирать Это вообще Недопустимо Конечно На убить раба Может рабовладелец? Может Так Ну и как Вот рабы Вот Сколько вас Народу Много Вы еще Так Вы будете Смотреть На это Дело Как Рабы Появляются Это значит Что Наша Племя Воевала С вашим Племенем Ваше Племя Проиграла Но Племя Которого Проиграла Это же Воины Между прочим Они же Не воинственные Не просто Так Тюкти Матюкти Верно То есть Они В состоянии Взять Реванш Поэтому Мне-то Надо думать Как Делать Так Чтобы Не удалось Вам Повернуть Вспять Мою победу Победу Нашего Племени Но Если Вы бы Меня Пленили Я бы Был Раб И Никаких Разговоров Сказали Пошел Туда Сделай То Иначе Заколю Заколоть Можно Раба Запросто Вообще Раб Говорящий О роде Так О чем Я должен Думать Я должен Подумать Как мне Создать Не механизм Конечно Механически Тут ничего Не получится А надо Создать Как Я думаю Могу Удержать В поведомении Такое Количество Рабов Только Силой Или Убеждением Убеждением Могу Вас заставить На себя Работать Я сомневаюсь Если научиться Гипнозом Гипнозом Это Вас Я только Могу Остальные Не поддаются Остальные Как узнают Что это И заставят Работать У них Все Весь Гипноз Проходит Сразу Короче Говоря Для того Чтобы Удержать Подчинение Правящему Классу Так Господствующему Классу Рабовладельцев Рабов Надо Чтобы Была Создана Организация К чьям Рабов Организации Или Рабовладельцев Рабовладельцев Да Еще бы Не хватало Чтобы Еще Организацию Создавали Рабовладельцев Организации Причем Какая Обладающая Как нам Объяснили Силой 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 А чтобы Эта сила Была легитимной Что нужно Сделать Вот мы Соберемся Рабовладельцы Будем считать У нас Три Рабовладельца Сидят Вот там Двое Сзади И со всех сторон Они видите Простреливают Я отсюда Они Оттуда И все И мы Собрались И принимаем Закон Какой закон Чтобы было все Законно То есть Рабы Не имеют Права Ничего делать Без разрешения Без воли Рабовладельцев А рабовладельцы Имеют право Делать все Не советуясь Не спрашивая Рабов Включая Имеют право Убивать Рабы Это же собственность Рабовладельцев Ну а собственность Все такое Мы с вами Разбирали Собственность Отношение субъекта К объективным условиям Производства Как к своим Это объективные условия Производства Хочу его Оставлю Хочу Нет Сейчас нам Жалкие остатки От этого остались Вот на экзамене Хочу Поставлю ему пятерку Хочу двойку Вроде как Дали мне такое право Да и то говорят Вы неправильно Вы никто Принимаете Человек хорошо сдавал Могут меня проконтролировать Никакой нам Свободы не оставили Ничего Придется Ставить Действительно По содержанию Оценки Ну а иначе Вы пожалуетесь Ректору А у нас Государство А государство Накинется С этой силой На кого Она уже не на вас А на меня Правильно У нас же есть государство У нас же государственный университет Ну вот Но это вот сейчас А мы идем Время рассматриваем Значит Создаем организацию силы Которые что будут делать Отлавливать беглых Вот попробуйте убежать Поймаем Да Сейчас пока не надо А то мы сразу вас застрелим Нет Стрелять там еще не могу Могли только ножом Или могли только мечом заколоть Те кто будет убегать Ну во-первых Поймают допустим 100 человек Беглых Ну и 5 или 10 Убьют Для остальным Чтобы остальные знали Что не надо убегать А могут 50 убить Половину из тех Кто убежали Ну много Это не надо убивать Рабы же работают должны Если мы всех поубиваем Это толку нет никакого То есть вы должны войти В курс дела Вот работаете О чем думать Это их вот Если вот мы встречаемся Два рабовладельца У меня три раба У него 300 Он со мной не здоровается Потому что я дурак Взял поубивал своих рабов Право у меня такое есть А он смотрел Чтобы они не болели И чтобы они нормально развивались И они на него работают А я остался ни с чем И со мной И со мной никто не здоровается Потому что у меня Рабов мало Вот такая штука То есть Плохо мне теперь То есть Разные бывают Рабовладельцы Правда? То есть Богатство Рабовладельческого Общества В чем состоит? В количестве Рабов В количестве Рабов А закон очень простой Вот так сказать Это были и греческие Такие законы Римские такие законы Что рабы Ничего не имеют Права Рабовладельцы Все имеют право Сделать с рабами Что захотят И я хочу вас поздравить Что вы Уважаемые товарищи Живете не в Рабовладельческом Строе Уже хорошо И вот Рабовладельцы Создали такую Организацию силы То есть Выделили специальных Людей Которые Хорошо вооруженных Которые Все время Дежурят И готовы Подавить Любое Любые попытки Рабов Освободиться От этого Рабства Такие попытки Будут же? Были такие попытки? Как они у нас Закрепились? Каких именах? Спартак Спартак у нас есть? Команда есть Спартак? В честь кого? В честь того Спартака Вот так Мы помним Ну и сейчас Спартак Тоже не всегда Выигрывает И тогда Он проиграл Так что И тогда Не везло И сейчас Не ведет Спартаку Почему? Да потому что Могучая организация Сил Рабовладельцев Такая Которая Способна Подчинить себе Противоположный Класс Вот так Она и создается По замыслу Не такая Организация Которую Можно каким-то Восстанием Так просто Свергнуть Хотя Вот восстание Спартака Это была Целая настоящая Война Рабов Освободившихся С рабовладельцами Но все равно Рабовладельцы И это восстание Подавили Какой мы Делаем вывод Что значит Для того Чтобы держать Повиновение По эксплуатируемый Класс Противоположный Класс Господствующий Класс Должен создать Организацию Силы Не просто Как вы говорите Политическую Организацию Организацию Силы Вот как Совершенно правильно Вы отметили Силы Для подчинения Класса Эксплуатируемого Классу Эксплуататоров Дальше Ничего с этим Не меняется Дальше Следующее Государство Это было Государство Какое Феодальное Там та же Самая история С какой разницей А с той разницей Что Вообще Сознание Рабовладельцев Пришло понимание Того Что зачем Убивать-то Давать право Убивать Это же Они же Наш кормят Эти самые Рабы Надо и не надо Давать их убивать Пусть только При тьме Их Бьют И хватит И хватит А остальное Не надо делать Законно Убийство Рабов И изменили Закон А что такое Право Заодно Сейчас мы скажем Потом мы На этом сейчас Не будем Вглубляться В него А потом мы еще К низовому придем Право Это что такое Как вы думаете Вот вы ближе всех Подошли к праву Что такое право Вы правда так По иностранному Легитимность Вы имеете право Это что В русском языке Есть такие слова Право Знаете что такое Свобода делать Вот узнаете Что такое право Свобода Это нам Свобода делать А вам то чего Кому свобода Право Это Какая свобода Право Свобода для кого Вот для господствующего Класса И есть свобода Право Есть возведенное В закон В воле Господствующего Класса Вот вам Легитимность Мало того Вот скажите пожалуйста Если право Это возведенное В закон Воля Господствующего Класса Господствующий Класс Ограничен Этим Законом Или нет Нет А как Называется Власть Не ограничена Никакими Законами Как Как Ну то это правильно Абсолютизм Конечно То есть Дескать Можно абсолютно Все Это правильно Но есть более суровое Такое название У вас такое А Деспотия Деспотия Фирания 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 Вас мучает Деспотия Это значит Ни с кем Не считается Но это все Такие Неглубокие категории А есть глубокая категория Называется она Диктатура Диктатура Что такое Диктатура Это власть Не ограничена Никакими Законами Вот на экзамене Будет почти Похоже на Диктатуру Вот скажем Какую оценку Вам поставить Абсолютно Никакими Законами Я не ограничен Абсолютно Но если я Неправильно Поставлю Это установлено Будет То тогда Эта диктатура Будет касаться Меня 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 подавят Поэтому Боявшись Этой диктатуры Я буду Стараться Ставить оценки Объективно Ну что значит Ставить Мне кажется Что объективно Я же субъект Это вот некоторые Уже сказали Что некоторые Механически Ставят Механически Это действует Машина Все тут Сложно Не так просто Но во всяком случае Надо запомнить На всю жизнь Что диктатура Это власть Не ограничена Никакими законами Какой мы отсюда Они в жестких Формулах Это выражали До какой поры Она будет существовать Класса Пока не исчезнут Классы Пока не исчезнут Классы А ваша формировка Не строгая Почему Потому что Социализм Это коммунизм В первой фазе Я бы сказал Социализм Если бы не был Социализм А? Я бы сказал Социализм Если бы не был Социализм То есть Тем более Неправильно При социализме Есть классы Есть господствующий Класс Рабочий класс Есть государство Рабочего класса Значит диктатура Иссения Только с полным Уничтожением Классов А полное уничтожение Классов Означается Не просто социализм Что социализм Закончился И начался Полный коммунизм А полный коммунизм Критерием Перехода Полный коммунизм Является Полное уничтожение Классов В том числе Неравенство между Городом и деревней Должно быть уничтожено Между людьми Физического И людьми Умственного Труда А это дело Очень долгое Говорил Ленин В работе известный Великий почин Который я вам Очень рекомендую Поскольку Там есть такие ключевые Это с одной стороны Очень маленькая работа Что для студентов Я считаю Немаловажно Вот я вам не предлагаю Такую вот книгу Прочитать Это самая такая Маленькая работа А в этой маленькой работе Которая Вроде бы так По стороннему Такому Неглавному Поводу написана Там во-первых Есть определение Диктатуры Пролетариата Там есть Определение Классов Там объясняется Что вот Нет неравенства Между Правового Между мужчиной И женщиной А неравенство Фактическое Осталось И останется Долго Потому что Женщина продолжает Оставаться Домашней Рабыней И Ее забивает И угнетает Работа Вот этого По дому И Связанная С воспитанием Обществом Какой процент Домашней 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 Это вы Рассказываете Это вы Сейчас тоже Есть министры Министры Там есть Что у нас нет У нас и Голикова Есть И другие Я спрашиваю Процент Это касается В правящую партию Интеллигенция Рвалась А как только Наступили Тяжелые времена Сразу разбежалась И рабочие Очень многие Выходили Потому что Рабочие Тоже пошли В партии Потому что Они как прилагатель Туда заходили В свое время Предлагал Зиновьев Что надо Чтобы было В партии 90% Рабочих А Сталин По этому поводу Усказывался так Что говорит Вот сейчас у нас В партии 60% Рабочих В составе В партии А у нас Рабочие какие сейчас Из деревни Приходят крестьяне Бывшие мелкие бружуа Становятся рабочими Если мы сейчас наберем И у нас Те рабочие Действительно Сознательные Носители Такой Пролетарской Хватки Идеологии И так далее Они составляют уже Вот у нас Больше их нет Если мы наберем 90% Рабочих в партии У нас партия Станет мелкобружуазной А вовсе не пролетарства И изменится Классовый характер партии То есть это такие А уж если вы возьмете Бюро и комитеты То в бюро и комитетов Везде меньше 50% Были рабочие А почему Если это рабочие партия По смыслу Партия рабочего класса Тогда взяли И на 22-м сезоне Обилия партия Вообще не классовая организация Общенародная Да и государство Тоже не классовая организация А что такое Ну вот Мы вынуждены С вами останавливаться На этом Потому что вроде бы Большие люди Включая и первого секретаря ЦК Хрущева Заявили что Государство Перестало быть Классовым Перестало быть Государством Диктатуры Пролетариата Партия Перестала быть Партией рабочего класса Все у нас Общенародное То есть это что Означало Что правящий класс А какой был правящий класс Рабочий класс Правящий был С помощью партии Которая Перестала его представлять Демобилизовали Но раз он Демобилизован То этот Правящий класс Превратился В какой Подчиненный И сейчас Рабочий класс В каком положении В положении Эксплуатируемого класса Снова Причем это так Как-то тихо Спокойно так Прошло Без каких-то Таких очень сильных Событий Стрельба была Вот Не по рабочим А стрельба была По Верховному совету В Москве Из танков А это какой был орган Какого государства Верховный совет В 93-м году А РФ Какой КПРФ РФ Нового органа Какого класса А вы говорите РФ РФ класс такой есть Первый раз слышу Какого класса Был Верховный совет По которому Стреляли из танков В 93-м году А Буржуазного же класса Принял уже Все буржуазные законы Все законы По приватизации Но он не соглашался Принимать Тот Проект Конституции Который подготовила Команда Ельцина Не соглашался Взяли И Расстреляли из танков И погибло Тысяча человек Примерно А ничего Разбираться не стали Там Дескать Давайте Мы всех выпустим Кого арестовали А вы не поднимаете Вопрос о том Кто виноват И так Дело Делает Можно сказать Замят Класс То есть Это А что это Верховный совет Это был орган Советской власти Нет Конечно Это буржуазный Уже был орган Так Ну вот Смотрите Давайте соберем урожай Во-первых Мы с вами выяснили Что Что государство Есть Орудие силы Или организация Насилия Для осуществления Интересов Господствующего Класса И для того Чтобы держать Подчинение Остальные Классы Это раз Организация Насилия Для Обеспечения Интересов Господствующего Класса То есть Это орудие В классовой борьбе Специальная Организация Силы А если силы Понятно Туда Кто входит Армия В первую голову Внутренние войска Туда входит Прокуратура Туда входят Суды Суды Это орган Какого класса Или это Независимый орган Ну поскольку Он судит По законам Господствующего Класса Ну понятное дело Да Он независимо Действует По законам Господствующего Класса Вы нарушили Закон Господствующего Класса Все Ну а представители Другого класса Могут Выигрывать Могут Если они Подготовятся Вот если вы хотите Выиграть Волейбол И знаете Что судья Четыре очка Припишет Другой команде Что надо сделать С каким счетом Надо выигрывать Которые на четыре На пять На шесть Больше Вот выигрываете За счетом Десять Два А Судья Припишет Еще четыре И вы тогда Выиграете За счетом Десять Шесть А если вы пришли Так вот Как телята Приходят Думают Вот сейчас Мне Решат Суд у нас Независимый Независимый От кого От противоположного Класса Поскольку Вот вы совершенно Правильно Сказали Уже Право Есть Возведенный Закон Воля Господствующего Класса И все Или Вот вы пришли Со мной Судиться Так Вот я профессор По кафедре Экономики Права А вы Студентка А вы Гражданка С такими же Правами Как я Как вы думаете Кто выиграет Я тоже Думаю Но это Это ерунда Еще То что я Говорю А вот Представьте себе Что у меня Три мешка Денег А у вас Нет Трех мешков Денег А вот Сидит Вот Адвокат Падая В таком Светлом Костюме Ну я ему Даю Миллион И он Занимается Я ему Пишу Доверенность Он от моего имени Выступает Я туда же И в суд Ходить не буду А вот С вами Он и Разберется Ну и кто Выиграет Значит У меня Был знакомый Денис Софир Александрович Который у нас Был Замсекретаря Порткома Потом он был Секретарем По идеологии В обкоме партии А потом он Был ректором Одного Юридического Вуза На Васильевском Острове А жена У него Возглавляла Коллегию Адвокатов Городскую И вот Говорит Я туда Как приду К жене Сидят Все Ведущие Представители Преступного Мира Почему Но у вас Нет таких денег На адвокаты А у них Есть То есть Они зарезали Старушку И половину денег Отдали адвокатам И оказалось Сарушка Случайно Столкнулась С трамваем Или прыгнул На какой-то Нож Который Случайно Оставил Тарчик И так И так Семь раз То есть Куда Склоняется Фемида Ну если Это Государство Богатых Она Богатым И склоняется Или я Вот могу Рассказать Эпизод Который Я Просто На моей Памяти Личность Я был Выборгском Суде По своим Делам Судья Там Такая Которая Даже Не устраивала Прием Каждый Судья Должен Устраивать Прием Раз В неделю Чтобы Можно Было Прийти К ней Не тогда Когда Она В одежде Своей В одежде Она Не как Человек Она Как Вы Рассказываете Механически Судья С ней Не поговоришь Здрасте Здрасте А Когда К ней На прием Приходишь Она Как Человек Она Может Посоветовать Что Сделать Это судья Никаких Не проводил Таких Консультаций Она Прямо В это Время Суд Идет Но Поскольку Мне Нужно Было Вопрос Решить То Я Пришел Суд У нас Какой Открытый Или Закрытый Ну Как Правило Открытый Ну Раз Открытый Я Пришел И Сижу И Вот Сижу Я И Слушаю Дело Такое Что У Медсестры Из Ее Лечили И Она Умерла Как Считает Мать По Вине Врачей Ну Вот Мать Подала В суд Ну Естественно Врачи Пошли Делать Заключение Вот Если Вы Получите На экзамене Два И пойдете И жаловаться На меня Что Я Такой Секой Надо Будет Разбираться Надо Будет Создавать Комиссию Комиссия Будет Из Ваших Друзей Или Из Моих Друзей Как Вы Думаете Нет Друзья У нас Все Объективные Объективные Преподаватели Они Настолько Объективные Знаете Какое Заключение Напишет Что Михаил Васильевич Проявлял Совершенно Недопустимый Гнилой Либерализм По отношению К этому Студенту Надо Было Давно Выгнать Поставить Едицию Выгнать А он Поставил Только Тут Уже Сколько Времени Он Все Тянет Это Я вам Рассказываю Как в жизни Бывает Нет Это Не значит Что Не может Быть По Другому Может Быть И По Другому Что Вам Все Поставят Пятерки А Меня Выгонят Тоже Может Быть Такое Но Маловероятно А Если Вы Возьмете Судебную Систему А Там От Сум И Денег Как Вы Думаете У нас Суд Должен Искать Истину Или Нет А Нет Согласно Процессуальному Кодексу Вот Товарищ Председатель Следственного Комитета Товарищ Бастрыкин Который Тоже Из нашего Университета Он Был Старостой Группы Где Учился Товарищ Путин И Был Зам Секретаря Паркова По Идеологии А я Был Зам Секретаря Квартирного Бюро Вот Здесь На Экономическом Факультете И ВПК Вот Я К нему Приходил Я знаю Хорошо Он Такой Умный Порядочный Такой Вот Он Все Время Предлагает Вернуть В Процессуальный Кодекс Мысль О том Что Суд Истину Должен Искать Не И что Сейчас Записано Что Должен Делать Суд Что Суд Носит Состязательный Характер Вы Меня Знаете Немножко Вот Мы С вами Будем Состязаться Кто Выигрывать Будет По Юридическим Вопросам Ну Так У нас Суд Носит Состязательный Характер Я тут Ни при чем Так Написано А я Еще Позову Товарища Сколько Я могу Доверенных Лиц Себе Сделать Не Знаете Это Кстати Я Всегда Делал На Суде Там Шесть Семь Восемь А другая Среди Сидит В одиночестве А тут Восемь Человек Выступает Один Товарищ Выступал Очень Солидный Такой Между прочим Полковник Милиции Сейчас же у нас О государстве Речь идет Все тут На службе Пришли Вдруг Какой-то Бунт Здесь Будет А тут Сразу Милиция Полковник Степан Степанович Убойнское Звание Есть у вас Старший Лейтенант Ну вот А я Капитан Так что Все тут У нас Шетит Раз Два Три Точки Все Хорошо Вы Находитесь В государственном университете Все Штатское У нас Ну все Кому надо Те ходят В штатском Ну а есть Другие Организации Которых Не узнаешь О них Кто Они Такие Вот у нас Владимир Владимирович Был В то время Когда Я Все время РБ Я В университете Больше Работаю Чем В то время Которое Здесь Был Путин Я Ни разу Не видел А может Видел И не Обращал Внимание Они В штатском Ходят Как я узнаю Вот я только подозреваю Что вы Сразу так ответили Правильно И вот еще Вот тут был Сразу ответ Очень интересный Так я подозревать могу Ну узнать то ведь Как узнаешь Вас начнет спрашивать Нет ну что вы Ничего подобного И так далее Ну как Эта служба Она же должна Внедряться Вот вы может Внедренные Пришли И посмотрите Как я буду реагировать Нападу я на вас Или нет А я Как я вот Я знаю что вы Может быть внедренные Я говорю Я не говорю что Что такое плохое Что опоздали Человек боролся И пришел Ему никак Трудно было прийти Он пришел Я должен его хвалить Я вас хвалю А вовсе не ругаю Короче говоря Вот это очень важно Во-первых У нас должен быть Подход классовый Во-вторых Надо понимать Что государство Это организация Классового насилия И она Вот Если вы так Ее будете понимать Вас никто не обманет Это не значит Что вы всегда будете Выигрывать Но по крайней мере Вас не обманывать будут Потому что Если человека обманывают То это значит Вы жертва Мошенничества Можете быть Не просто какой-то силы А еще и обмануть могут А самые большие деньги Люди отдают Не потому что Они их отбирают бандиты Самые большие деньги Кто забрал? Мавроди Царство Они у него небесные Наконец Прекратил До последнего дня Сдавали ему все равно Уже ничего у него нет Без оформления И все несут И несут Ну всякие схемы Есть мошеннические Например такие Представляете Я Пришлах Прихожу И говорю Слушайте По тысяче рублей Не можете сдать У меня такая сейчас Ситуация сложная Тяжелая Вот вы мне сдали По тысяче рублей Я вышел на минуточку Потом прихожу Вы знаете Такая история Я обанкротился Это что значит? Все никому Все не должно Вот И вот Вы не знаете Как зовут Художественного руководителя Нашего Малого оперного театра Вот этот Художественного руководителя Известный был Торговец с бананами И другими фруктами Потом он взял Четыре миллиарда У Сбербанка Взял четыре миллиарда И не отдает А Сбербанк Это Сбербанк Он начал на него наезжать Вот И Тогда он поехал В английский суд Ну если у вас есть Четыре миллиарда Вы можете наверное Заплатить в английский суд Чтобы там все было хорошо И нанять кого надо Причем все законно Ну а законно Можно же нанимать адвокатов Да Ну все Преступников можно А законно Адвоката защищают Законно Это вот Если я буду защищать Преступниц Сказать что вы защищаете Преступник А если адвокат Он молодец Хороший адвокат И выиграл там Суд О банкротстве И объявил о своем банкротстве А наши сейчас Власти Не признают Малый говорит Что это английский суд Что нам английский суд Ничто Не признаем Отдавайте деньги Экспербанку Четыре миллиарда А он тогда Пошел в российский суд И тоже Как правильно Это все организовал Ну в общем Понятно что От четырех миллиардов Еще пришлось Немножко откусить Но в итоге Русский суд Российский Тоже принял решение О банкротстве Значит Сейчас он уже Не должен Никому Ничего А четыре миллиарда У него осталось А по банкротству Нужно пойти И можно В обеспечение Иска Сбербанка Ну то что у него Осталось забрать Знаете что он Осталось у него Одна однокомнатная квартира Вот на нее и забрал Сбербанк И второе дело Он еще оказался Одновременно Директором Не только директором Малого театра Нашего оперного Но и директором Новосибирского театра А тот кто Обанкротился Не может быть На государственной службе Не может быть директором Государственных театров И вот сняли С директоров И там и там И он теперь везде Художественный руководитель А это что значит Он не получает Зарплату директору Но если у него Есть четыре миллиарда Зачем ему зарплата Директор Ну подумайте сами У вас вот было бы Четыре миллиарда Зачем вам стипендии Суденчиков Вам надо Только одна морока За них ходить Это вот То что есть В нашей жизни И вот он остается Художным руководителем И нашей Малого оперного Новосибирского И хорошие Там между прочим Спектакли проходят Я не хочу сказать Что они Есть хорошие Есть похоже Вообще прекрасные Есть Как-то даже Всех университет Приглашал Вот и меня пригласил Я с внучкой ходил туда Мы так сидели Рядом ректор Тут сидел со мной Поздоровался Мы сидели Это хорошо Но факты Остаются факсом Что художественный руководитель Это вот эти театры Жулик Что значит жулик Ну банкротился У него беда Вот если я у вас Я вам говорил Деньги заберу И потом приду Скажу что я банкротился Это беда у меня Так надо еще тогда Мне помочь Ну правильно Если беда У человека Человек в беде Что вы меня бросите В беде Столько мы с вами Тут вот общались И вы меня так и бросите Кинете Вот вы я чувствую Хотите кинуть меня Всех Всех Вот и дружба наша Одна надежда На то что наши Университет государственный Тогда у нас другой разговор Я вот на государственной службе Я поставлен к правящим классам Кто будет плохо сдавать Получит два Логично? Все А кто будет хорошо сдавать Получит отлично И указываю на него Почему? Ну значит есть у меня Любимчики какие-то Но я буду доказывать Что он объективно Лучше знает других А у нас Ну на экзамене Ну почти диктатура Никакими законами Неограниченная власть Правильно? Похоже же Кто ставит? Вы же уже не первый раз сдаете Ну что? Ну ставит и ставит Что будешь? Куда пойдешь? Есть такие герои Говорят И буду переиздавать Переиздавайте Мучиться будете Я буду мучиться Вы будете мучиться До осени И получите эту же тройку Выход один Надо хорошо заниматься Получать отличные оценки И не будет приставать Правящий класс Вот Ленин, например Он же представлял Уже не правящий класс Он уже участвовал В студенческих волнениях В Казамском университете Его оттуда выгнали Вы не участвовали еще В университетных волнениях? Нет? Значит вас пока не выгнали Тогда он Учитывая, что он был Дворянином С 16 лет Потому что папа у него получил Дворянство Тогда он сын дворянина был И мама поехала Вот договариваться здесь Чтобы у него приняли Экстерном у нас В университете Он приехал Подготовился хорошо И сдал все экзамены За юридический факультет Все Сразу Вот такие были золотые времена Что можно было пойти Вот вам ни за что Не разрешат сейчас сдать экзамены За весь курс За весь Цикл обучения Ни за что Умрете Замучитесь Требовать Просить И так далее Попробуйте раньше Вот мой экзамен сдать Идите Я-то не против принять Попробуйте Попробуйте Оформить А вот Было время Такое Тоже была Диктатура Кого какого класса Феодального А феодалу Ну хочет человек сдать Да пусть сдает И сдал На отлично Все экзамены И пошел Чем заниматься Революционной деятельностью Против какого класса Против правящего Но правящий класс Удостоверил Что он все знает Все законы Какие есть Все законы Правящего класса Все знают Но если вы собрались Бороться с законами Правящего класса Законы Надо знать Куда надо идти На юридический А если люди собирались Так сказать Власть осуществлять Куда пошли Где у нас учился Президент Нынешний На юридическом А где у нас При армии сручился Тоже на юридическом Ну вот Пожалуйста Вот Иванов Сергей Борисович Он другой организаций Он тоже состоял Такой организацией Которую обычно Не объявляют Какой организацией Он был на филологическом Филолог он А стал главой администрации Президента был Так Значит что мы с вами Получили Во-первых Мы выяснили Что такое государство Государство Это Орудие Силы Это организация Насилия В интересах Действующих В интересах Господствующего Класса И никаких Других Случаев Нету Это всякое Государство Под это Подпадает А Раз это Орудие силы И оно А право Это возведенное В закон Воля Господствующего Класса Значит Эта власть Не ограничена Никакими Законами Поэтому Всякое Государство По своей Сущности Это Диктатура Господствующего Класса А вовсе Она не обязана Я вам сообщать Что она Диктатура Зачем Она будет Это Говорить Или даже Если хотят Одну Диктатуру На другую Поменять Вот Собрались Поменять Диктатуру Парлетриата На диктатуру Буржуазии Что придет Вот Хрущев Собрался Поменять Что он Пройдет И Объявить Мы Вот тут Собрались С дружками и решили поменять диктатуру пролетариата на диктатуру Бургизии. Будете голосовать за это? Не будут голосовать слабо просвещенные товарищи, которые были на съезде партии. А вот давайте, говорит, она уже устарела эта диктатура, давайте, значит, общенародное государство, вы народ любите, давайте проголосуем, что государство общенародное. Да как хотите его называйте, оно, как не называйте, оно всегда государство-диктатура. Но если вы даже не называете государством диктатуру рабочего класса, вы ее не удержите. Ее и не удержали. Получилась не никакая власть, а буржуазная власть, диктатура буржуазии. Армянское радио спрашивает, когда будем жить при коммунизме. Армянское радио отвечает, при коммунизме уже жили. Вот мы жили, а вы поживете теперь при капитализме. Это вот мы можем сравнить, пожили при коммунизме, пожили, ну правда в первой фазе, пожили при капитализме. А вы поживете при капитализме и сделаете выводы. Как хотите. У нас полная сейчас демократия. У нас есть господствующие идеологи? Как нет? Есть у нас господствующие идеологи, у нас просто записи нет, что она господствующая. Записи нет, в Конституции не написано, какая идеология господствующая. А как может не быть, Господь, мы же с вами и разбирались, что основное положение исторического материализма, что глотит? Что общественное бытие определяет общественное сознание. Так? Какой у нас правящий класс по общественному бытию? Буржуазный. У нас буржуазная экономика? Буржуазное производство? Буржуазное. Значит, бытие какое у нас? Буржуазное. Значит, какая идеология господствует? Записывайте ее, не записывайте. Зачем ее записывать? Лучше не записывать. Вот если моя идеология господствует, зачем я буду записывать? Господствует Поповская идеология. Зачем? Это некрасиво, неправильно поймут. Правда? А если ваша как фамилия? Поденков. О, Поденковская идеология. Давайте запишем. Поденковская. Тоже не. Зачем ему нужно? Мы сейчас с ним будем править вдвоем. Как два консула. Два консула будем править и все. И ничего не будем в ваших интересах. Неужели мы скажем, что в наших интересах? Ну, таких дураков-то среди нас нет, у нас всего двое человек, чтобы мы такую глупость говорили. В ваших интересах все делается в ваших интересах. Сейчас вот цены, когда растут, и тарифы на ЖКХ, это в ваших интересах все делается. А потому что вдруг лопнут эти ЖКХ, и все обрушится, и все взорвутся, газопроводы, потому что затраты растут. Так что в ваших интересах еще скинутся? Или, допустим, я директор завода. Представьте, да, капиталист сейчас. А вы у меня рабочие. Я собрал собрание, рассказывал вам. Вы, так сказать, грамотные люди. Вы грамотные. Знаете, что у нас в стране экономический кризис? Знаете. У нас есть два решения. Закрыть завод. Ну, я себе собственник завода. Вы же понимаете, что я могу. Вот если вы даете мне добро закрыть завод, я его закрываю. Сегодня же. Ну, вы остаетесь без зарплаты, без всего, уходите. А я уезжаю на острова. Вы же понимаете, я-то не пропаду. Поэтому давайте думать. Есть другое решение? Надо ваше на это согласие. Нежелательно. Потому что я не хочу действовать грубой силой. Тем более у меня никакой силы нету. У нас все по закону или по согласию. Вот если на тысячу рублей я вам буду меньше платить. Но тогда не надо будет закрывать завод. Нормально будет? Ненормально? Так. Это увольняю. Еще какие есть возражения? Больше возражений не последовало. Давайте вам меньше платить на тысячу рублей. Давайте вам платить меньше на десять тысяч рублей. Давайте, когда будет ваше предприятие, так и будем делать. Это мое предприятие. Вы не как-то не усвоили, что я у вас, ну, как бы отец родной. А зарплата, это что у нас по кодексу, не знаете? Как написано. Это вам кто-то рассказывает, что это стоимость рабочей силы? Не верьте этим людям. Это вознаграждение за труд. А вам не стыдно требовать большего вознаграждения? Дали человеку орден Красной Звезды, он требует героя России. Не стыдно вам? Мне нет. Вам вот видно, что, Саня, не стыдно. Я вас тоже увольняю. Так, еще есть кандидаты? В общем, двух уволили, остальные согласились. Ну, значит, посчитали. Собрался я было тысяча человек. А оказалось всего девятьсот девяносто восемь. Умножаем на тысячу. Получается девятьсот девяносто восемь тысяч. В месяц я получать буду. Представляете? Девятьсот девяносто... Вот вы чувствовали. Вам завидно просто было. И вам завидно было. Вот жадность вас сгубила. И теперь его это хватило. Завидно было. Девятьсот девяносто тысяч буду получать. Девятьсот девяносто восемь тысяч буду в месяц дополнительно получать. Единственную ошибку я сделал, что надо было по две тысячи пообсуждать, а не по одной. Вот вы меня сбили с толку своими вот такими высказываниями. Я думал, мы начнем обсуждать и дойдем до двух тысяч. Вы скажете, ну, надо спасать завод. И девяносто... А тогда бы два миллиона у меня было в месяц. А в год это двадцать четыре миллиона. Ну, а так только двенадцать. И то у неполных, так сказать, девяносто. Вы можете сказать, вот вы и вы у меня украли деньги. Воры. Ну, а награда нашла героя, вы уволены. И вам сейчас нечего кушать. Идите куда хотите. Вы свободны. Свобода, это же хорошо. Уволены. Это на воле у нас выпущено. Вы не на воле. Вы не на воле. Вы не на воле. А вот это на воле и вот это на воле. Вольные птицы. Видите? А птицам деньги не нужны. Зачем птицам деньги? Пусть летают так. Я вам сказку рассказываю или были? Значит, чтобы подтвердить, это были цифрами, значит, докладываю вам. По данным очень серьезного Академии, Академии Государственной Службы, Института Народного Хозяйства и Государственной Службы, предпрезидент СРФ, Заработная плата в России за три года, 16, 15 и 14, сократилась до 92,5% от 2013 года. То есть почти на 10%. А 10% из зарплаты у нас вот 20, ну 27 тысяч, да? А 10% 2,7, я мало запросил. 2,7, сократилась на 2,7 тысяч реальная зарплата. В то же время количество долларовых миллионеров в 2016 году выросло на 10%, а долларовых миллиардеров на 11%. Ну сейчас есть свежие данные, вам тоже эти свежие данные сейчас обнародую. За 17-й год количество людей, у которых имеется более 500 миллионов долларов и более, выросло на 22%. Причем вы видите, что никаких таких серьезных изменений по улучшению экономической жизни не происходит. А зачем? А как они будут происходить, когда можно просто вот взять и не заплатить ему? Ему, ей, ей и так далее, и всему народу. И что получается? И получается, сразу появляются миллионеры, миллиардеры. А если у вас мало денег, значит вы неуспешны. А я просто успешный. Я успел схватить деньги, а вы не успели. Все-то не успеют же. Вот, Рома Абрамович, он успешный. У него яхта есть. У вас есть яхта? Есть тут кто-нибудь, у кого есть корабль, чтобы по Неве могли бы ехать? Я бы вам семинар проводил, лекцию. Это же неплохо будет, сейчас солнышко, очень хорошо. Мы бы ехали, у вас тоже нет яхты. Вот поэтому у вас и настрой такой. Я думал, что у вас такие деньги большие, что вы так со мной разговариваете. А у вас вообще вы никто. Голодьба. У вас и яхты нету даже. Что собрались конфликтологи? Как с вами конфликтовать? Вот такая картина. Значит, что мы в итоге получили? Вот мы получили некоторую такую иллюстрацию из того, что не надо ничего и в экономике делать, нечего и производством заниматься, нечего ерундой заниматься. Покупать технику, обучать работников и так далее. Ничего не надо делать. Просто понижайте потихонечку зарплату еще и будем жить припеваючи. Поскольку у нас диктатура же класса правящего, ну вот он и осуществляет свою диктатуру. Тут вот по идее была такая, давайте подоходный налог не 13 сделаем, а 15. Вот я даже не в курсе дела, вошло это дело в решение, состоялось или нет. Но вот так очень, так вот сразу как выборы прошли, так сразу это обсуждалось широко. Но я вот пока не получил информации, данных. Подумаешь, там 2%. А есть другие предложения, сделать как во всех странах прогрессивный налог. То есть вот скажем во Франции, если у вас малый доход, освобождается от выплаты по доходу налога. А если, так сказать, вот незначительный, там малый процент, а если очень большой доход, доходит до 56,8%. То есть если миллиард евро я получил во Франции, миллиардер я, сколько я должен сдать денежек государству? 568 миллионов. А сколько у меня останется? 432. Жалко меня? Мне тоже жалко. Но я не такой шахматист, который ходит на один ход. А второй будет шаг какой? Вот государство получит от меня 432 миллиона. И на следующий год приготовит государственный план. Там планирование есть во Франции, то у нас нет. У нас есть госсектор, у которого плана нет. А там есть госсектор, в котором план есть. Но если единая собственность, должен же быть план. Вот если у вас единое что-нибудь, вы же планируете себе. И кому дадут заказ? Вам? Мне дадут заказ. И я отобью, как сейчас говорят, свои 432. С лихвой. Почему? Потому что собирают то со всех налоги, а заказы-то получают кто? Самые богатые. Ну раз самые богатые, так у меня будет теперь не миллиард, а 2 миллиарда евро уже в следующем году. Опять меня больше всего возьмут. А тогда у меня будет через год 3 миллиарда евро и так далее. Поэтому, если вот думать дальше, вот хорошие шахматисты думают, как потом у вас забрать ферзя. А не то, что я вот, вы мне пешку подсовываете, а я сразу раз эту пешку, потом раз вы меня забрали ферзя. Нет, это мне не надо. Я должен думать тут. Ну вот. Так что вот мы и с вами такой интересный очень вопрос сегодня разбираем. Значит, о том, что государство следовательно носит всякое класс государства, диктатуры, класса, классовый характер. И вот когда мы поняли, что такое государство, вот тогда мы можем пройти как бы по всем государствам и посмотреть. Было время, когда государства не было. А зачем? Если была собственность общественная, первобытно-общинная в коммунизме. Кто, кстати, там руководил, женщины или мужчины? Женщины. Женщины. Пьяные были? Пьянства не было. Ну, распределяли нормально пищу. Были там голодные. Не было голодных? Не было. Вот сейчас есть голодные. А так не было. Ну, может, все были не шибко сытые. Но, во всяком случае, все то, что было, распределялось. Как распределялось? Чтобы и детям было, и старикам, и всем. Ну, старики были понимающие, а пенсии они не получали. Вот если у вас состоялась свадьба, да, а я как бы в ваших родителях состою, что я должен делать? Мы должны с женой поздравить вас с рождением детей и уйти высоко в горы. Зачем? Ну, как зачем? Ну, кто-то должен из нас выжить. Или вот эти молодые, у которых дети, или вот эти старики. Но я думаю, что правильно будет, чтобы все-таки молодые выжили. Поэтому понимающие были пенсионеры раньше. Пенсии они не получали, уходили в горы. А сейчас требуют пенсии. Ну, что за народ? И хочется им пожить. Зачем жить? Вот сейчас сколько людей серьезные говорят. Не надо платить пенсию. Надо передвинуть возраст выхода на пенсию. Как его лучше? Лучше всего сделал Борис Николаевич. Вот я вот недооцениваю Бориса Николаевича Ельцина. А он вот для правящего класса очень много сделал. Например, он проблему пенсионеров решил так. Ну, правда, только мужчин. С женщинами он не справился. Они слишком долго живут. И это объясняется тем, что они слишком много работают. Они ходят все с детьми, гуляют, занимаются, занимаются. Пока мы страдаем тут на диванах, лежим, смотрим телевизор, они все ходят, уходят, уходят. И вот все живут, живут и живут. И все пенсию всю забирают. А при ельцине возраст, в котором уже умирали мужчины, был 59 лет. А выход на пенсию в 60. Вот решение. Вот сейчас Кудрин предлагает, ничего никак не пробьет. Вот решение. И уже всю мужскую пенсию, раз, и можно использовать вот этим женщинам платить. Зато никаких особенных затрат нет. Все равно мужчин нет, пожилых. Это одну проблему решил Ельцин, а его это они оценивают за это. Вторая проблема. Вторая проблема, вот серьезная очень, это экологическая. У нас какая проблема, чтобы была чистая вода, чтобы был чистый воздух. Сейчас вот вам всех не нравится там, помойки, то, сего. Как ее решать? Очень просто. При ельцине закрылось половину заводов. И сразу воздух стал чище, и сброс. Никаких ни очистных сооружений не строили, ни пыли улавливали, ни устанавливали на этих самых трубах. Вот простое, легкое решение. Закрыли половину заводов, и красота. И третью проблему решил, жилищную. Вот при коммунистах дурацкое совершенно было решение проблемы. Значит, строят, строят, строят. А строить не так быстро, значит, и дают. Еще и распределяют бесплатно. По принципу, у кого больше семья, тому больше и давать. Никому, у кого больше денег, тот больше может купить. Вы апартаменты еще не покупаете? Сейчас очень дешевые апартаменты. Ну, тогда сами не хотите, сдавайте. Будете сдавать, будет доход АСС. Больше, чем в Сбербанке вы поможете получить. Если положите. Вы купите вот апартаменты. Сейчас дешевые апартаменты. Не хотите? Ну, как хотите. Может, вы купите апартаменты. Короче говоря, что Ельцин сделал? А у нас стало сокращаться население. Смертность стала превышать рождаемость. Народ стал вымирать. А смотрите, значит, если ничего не строить, никакое жилье, а народу становится меньше. Сколько на одного человека приходится теперь жилой площади? Все больше и больше. Я правильно считаю? То есть, если людей становится меньше, а жилая площадь становится такой, какая была, вот становится на одного человека все больше и больше. Вот и эту проблему решил. Смотрите, сколько решил проблем. Пенсионную – раз, которую сейчас не могут решить. Экологическую – два, три. Наверное, за это ему такой могучий Ельцин-центр построили за два миллиарда. За такие колоссальные успехи. Ну, а как сейчас смертность-то превышает рождаемость или рождаемость превышает смертность? Баланс рождаемости нет. Был баланс в прошлом году, а в этом году нет опять баланса. В этом году превышает опять смертность, рождаемость. Ну, как вы думаете, вот вы же, наверное, понимаете, если бы я был президентом, а у нас бы сейчас рождаемость превысила смертность. Я бы в хорошем костюме вышел и сказал, благодаря правильной политике, которая проводит наше государство, у нас рождаемость превышает смертность, и население России постоянно возрастает не за счет механического прироста из стран СНГ, откуда мы всех зовем, а за счет того, что у нас семьи теперь по три человека, а не по одному. А почему по три? Потому что у нас выросло благосостояние людей, зарплата растет. Так, значит, потому что иначе как этих трех детей-то будешь содержать, когда коляска как автомобильствует? Это в мрачные годы тоталитаризма и культа личности, и ботинки детские стоили в два раза дешевле, чем для взрослых. Я когда сыну покупал свои ботинки, он такой возрастный уже был, новый подшкольник такой был. У меня 41-й, у него 41-й, а ему ровно в два раза меньше. А сейчас? А сейчас детям надо, конечно, дорого, потому что детей надо любить. Вы что, детям не купите дорогое, что ли? Это же самые дорогие дети. А насчет медицины, вот некоторые недовольны, что она платная. Жизнь бесценна и здоровья, бесценны. Давайте деньги. Нету? Ну, если по этому поводу один анекдот, связанный с бесплатной медициной, приходят к врачу, уже пожилые люди. Один приходит, говорит, вот, что-то я стал плохо себя чувствовать, то все. Так, врач говорит, а у вас пенсия есть? Да, хорошая пенсия. Сколько? Он говорит, ну, 30 тысяч. Ну, хорошо. Ну, что надо делать? Вот, поезжайте на лечение, вот, за границу, раз, второй, фрукты. Ну, гулять, свежий воздух, и все у вас будет лучше. Потом второй приходит, тоже приходит, говорит, вот, я что-то плохо стал чувствовать. А вот как? Пенсия есть? Да, ну, сколько? Ну, 18. Ну, фрукты покупайте. Кушайте хорошо. Свежий воздух. Ну, и третий приходит, тоже с тем же самым. Опять приходит одно и то же, все повторяют. Вот, 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 возраст, вот, хочется, вот, получит здоровье, пошаливает. Так, пенсия у вас сколько? Он говорит, 7 тысяч. Ну, что я вам посоветую? Воздух, воздух, воздух. Идите на воздух и гуляйте, что он еще может посоветовать. Сейчас рекламирует медклуб. Если со здоровьем, идите туда. Поинтересуйтесь, сколько они берут. У нас ведь не уничтожает бесплатная медицина, правильно? А просто взяли и уволили 5 тысяч врачей в Москве, квалифицированных. И куда, вы думаете, они обездолены? Нет. Боткой шум поднялся на всю Россию. Как это таких квалифицированных врачей уволили? И что? Принял какое решение правящий класс? Выдать им по 500 тысяч рублей, и они уже не кричат. Все, выдали. И куда пристроили их? Ну, куда, куда. В платную медицину. Теперь к этому же врачу придете, только раньше вы израсте, Мария Петровна. А теперь сначала запорните договор. А потом ко мне придете. А так разницы никакой. Как у нас с платным обучением? Мне-то какая разница, у вас платное или не бесплатное обучение? Я так буду принимать. Вот у нас одни, не знаю, у вас отличаются, нет? Если корочки. Корочки у платников такие толстые были у некоторых, а у обычных, так сказать, бесплатных студентов тонкие. Ну, нам-то какая разница, куда ставить? Мы-то от этого никак, так сказать, по-другому себя не ведем. Более того, за три года, благодаря реформе здравоохранения, на 7% сокращенные затраты на здравоохранение. Это же отлично. И 20 тысяч врачей уволено. И закрыты медицинские пункты. Десятки тысяч в городах, и разных, в малых городах, и весях. Если раньше человек там добирался несколько часов, то теперь днями может добираться до ближайшего медицинского пункта. Ну, а если у меня деньги есть, то ко мне приедут. Вот есть хороший центр, 21 век. Скорой помощь приедет. Ну, за плату, ну, приедут. Вот у меня что-то тут заболело, а я пошел сразу. Мне взяли 4 тысячи, но сразу сделали рентген. Тут же ни очереди никакой. Вы же не будете в очереди стоять, если у вас таких денег нет. У нас же тут как бы равенство, но есть ровнее. И постепенно получается, что платная медицина расширяется, а бесплатная как бы сужается. Но у нас есть и та, и другая. Все хорошо. И сократили на 20 тысяч число коек в больницах. Действительно, вам надо в больницу? Ничего, у нас сейчас высокотехнологичная медицина. Если попадете в вас, вы лечат. Но раз сократили количество коек, то вы, возможно, теперь не попадете. И так далее. Вот мы наблюдаем такие вот все эти явления. И что тут? Это личные какие-то проблемы или это проблема? Если это класс своего общества, у нас существует класс правящий, он осуществляет свою диктатуру, а диктатура – это власть, не ограниченная такими законами, никакими законами, потому что он же законы и принимает. И нет в этом смысле никаких проблем. Значит, если мы пройдемся по государствам, вот как устроено это государство было, греческое государство, демократическое, да? А что такое демократия? Возьменно. В общем, все наше занятие сегодняшнее прошло зря. Ответ знаете, какой надо дать? Возьменно спорта училась. Да, то есть диктатура, демократия – это диктатура правящего класса. Ну, форма такая, форма у нее демократическая. Как самая первая демократия, до кого распространялась? На рабовладельцев. Вот нас двое, вот он, третий, вот мы. Мы совместно соберемся и будем голосовать. Двумя третями голосов. Что с ними делать? И будем обсуждать долго, кого оставить живых, кого не оставить. Потом проголосуем и дальше применяем уже. Дальше есть уже, как нам объяснили, исполнительная власть. И есть система исполнения наказания, и все будет в порядке. А рабы участвовали в голосовании? Нет. А почему они? А как они могут участвовать? Они же не люди. А кто они? Говорящие орудия. Как могут говорящие орудия голосовать? Вы что, с ума сошли? И поэтому вы самых хороших, крупных ученых, философов Платона почитайте. Там и говорится о всем светлом, хорошем. Но это относится только к рабам. Это не относится. Враг, это вы, если вы раб, так вы же были из другого племени. Мы же у вас победили. У вас жизнь я вам оставил? А вы еще какие-то права хотите? Будете так хотеть, у нас есть для этого всякие мечи, копья. И прочее. Значит, демократия какая? Какую мы знаем самые такие хорошие формы демократии? В Греции была демократия, да? Это диктатура какого класса? Рабовладельцев. В Риме тоже была демократия? Или там рабы голосовали? Нет. Тоже. Но это и греческая, и римская демократия. Это диктатура меньшинства. Ну, это политика. Надо понимать, что в политике все такие названия обманны. Вот, например, сразу перепрыгиваю я через много-много этапов и спрашиваю, а как называлась фашистская партия? Кто скажет? Только точно. Как? А, так. Ну, как вот называлась точно только? Германия. В третьем рейне. Что, не знаете, что ли? Может, вы не знаете? Кондиционал-демократическая партия. Кондиционал-демократическая партия. Да, очень такой. Арбайн-спортай. Кондиционал-демократическая партия. Сначала они правда были так сверхдемократичными? Нет, ну как-то, ну как, мы все-таки, вот скоро уже у нас праздник победы, мы не знаем, над кем победа у нас. Это обесценивает победу. Вы тоже не знаете, как называлась фашистская партия? Знаем мы все. Просто мы сдавали когда историю, мы это знали. Сейчас уже... А вы сдавали или надо... Вот я вот прошу, чтобы мне не сдавали экзамен, а держали. А знаете, всем отличается, держать экзамен надо сдавать. Вот вы пришли со знанием, выдержали. Я там спрашиваю, 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 а вы отвечаете? Я спрашиваю, она отвечает, я спрашиваю, она отвечает. Она выдержала, поставила, я отлично, она пошла. Хорошо же? А вы пришли сдавать. Не расплескав, принесли эти знания в тарелочке, так сказать. Я это вам поставил, и вы сразу как вышли, сразу тарелочку-то оставили, и без знаний пустой головой пошли. Вот вы говорите, и мы уже сдавали там историю. Это что-то национал социалистический. Во, во, во. Учитесь, вот учитесь. Национал социалистический. У нее учитесь. Что, так сказать, она знает. И она думает сейчас, потому что из глубин достает сознание. Да, если человек подумает, то если вас посадит в тюрьму лет на пять, я думаю, что вы на четвертом году уже точно вспомните, как называется. И сказали, выпустим вас, как только вспомните. И сразу вы начнете думать. А вы сейчас не очень думаете. А она вот сейчас думает напряженно. И это видно. Национал социалистический. Уже красиво называется. Еще одно слово добавьте. Национал социалистический. Еще одно слово. Рабочий. Вот. Рабочий. Молодец. А национал социалистический рабочая партия Германии. Ну, красота. И вы с такой партией боролись. Это же интересное дело. Социалистическая страна боролась с национал социалистической рабочей партией Германии. Вот у нас национал большевики есть. Никто с ними не борется. И, кстати, рисует знаки такие, похожие на свастику. Такой круг у них тоже. Но только там серп и молот. Но не желтые, а именно черные такие, чтобы были похожего цвета на ту свастику, которая была у Гитлера. Национал большевистской. Их запретили. Наверное, демократия такая у нас. Запретили национал большевиков. Печаль какая. То есть это обычное дело в политике, обманывать всякими названиями. Дальше идет. Значит, все понятно. Демократия была в Древней Греции, в Риме при рабовладении. Это демократия, форума, диктатуры рабовладельцев. Наступило время феодалов. Была демократия при феодализме? Нет. Абсоритизм был. Что, абсолютно что угодно мог царь решить? Или он должен был решать то, что нужно правящему классу? А иначе царю раз и нет этого царя. Да? Да, вот и все. Поэтому вот диктатура феодального класса. И эта диктатура у нас продлилась в России. До 1917 года. Потом установилась диктатура буржуазии. С какой? После какой революции? После буржуазной, да? Диктатура буржуазии. Когда была буржуазная революция в России? В 17-м году. В 17-м? Ну, когда в 17-м году? В феврале. В феврале. А что это вы знаете, а он не знает. Он специально, что ли, так говорит? Нет. Я думал, у вас так распределили роли, и он как бы будет выступать. Да. Не справдуйте. Не надо меня оправдывать. Правильно, не надо его оправдывать. Он подготовится и будет отлично сдавать экзамены. А вы еще посмотрим, как будете сдавать. Правильно ли? Посмотрим. Нет, у него просто стратегия такая. Сейчас он делает... Да, стратегия такая, чтобы было видно, какой у него рост. А у вас роста почти не будет. Ну вот, все у него продумано. Как вот все люди думают здорово. Денег нет, а вот голова работает. Так. Это хороший шахматист на два пункта. Ну, конечно. Это ясное дело. Я с ним не буду играть в шахматы, она обыграет меня сразу. Так. Вот такая, значит, картина. После буржу... Это была... Буржуазная демократия была у нас, да? В буржуазном строю. Это буржуазная демократия. Что означает? Это власть большинства или меньшинства? А? Большинство? Меньшинство. Ну, по форме большинства же. Вот. Мы же различаем форму и сущность. По форме, конечно, большинства. Ну, все имеют право голосовать. Вот в буржуазной России кто-нибудь не имеет право голосовать? Идите голосуйте. Всех зовут. Идите голосуйте за меня. Придете? Приходите. Придете. А какой будет результат голосования? Да я знаю. У меня все... У меня газеты в телевидении, радио. Все в руках. Ваши плакаты будут вот такие и будут срывать. Мои плакаты будут... Наверху, цветные, написано. Голосуем за Попова Михаила Васильевича. Кого выберут? Вот. Видите, как он четко работает? Так, диктатура буржуазной демократии. Ну, она такой всеобщенный, такой вид такой всеобщей демократии. Дескать, все решают, все приглашаются. Курном. Маркс писал так, что представителям, про буржуазную демократию, представителям эксплуатируемого класса один раз в пять лет дают возможность решить, кто из представителей господствующего эксплуататорского класса будет представлять и подавлять их в парламенте. Ну, вам же лучше и приятнее, чтобы я был, чем неизвестно, кто какой-то такой. Правда? Вроде как вы со мной уже знакомы. Голосуйте за меня. И вы сами себе выберете. Раз выйдете, меньше конфликтов будет. Легче будет вас стричь прибавочную стоимость. Правда же? Мы же класс правящий. О чем должен быть? Как получить капиталистов? Прибавочную стоимость побольше. И объясните, как вам, что зарплата... У нас кризис в стране. Недник нету. Но вы держитесь, а мы поедем на острова. Кто поедет со мной на острова? Вот. Больше никого. Все, все, все. Все, все. Я же за вас голосовал. Поздно. Вот. Я вам компанию организовал. Я вам дам за это деньги. Идите отсюда. Он ушел. Не с пустыми руками. Молодец. То есть он уже есть. У него хватка. То есть он в этом обществе и так устоит. Так. И вот, наконец, значит, власть рабочего. По форме натура всеобщая. Советская власть же всеобщая, да? Всеобщая. Все его избирают. Советы и так далее. Только принцип другой. Советы избирают по округам или по фабрикам и заводам. Вот в программе партии большевиков стояло, что государство при социализме формируется так, не по территориальному признаку, не по территориальному кругу, а по заводам и фабрикам. И поэтому выборы и голосование построены таким образом, что выигрывают те люди, которых направляют в фабрики и заводы. Но эта система у нас была только до 1936 года. В 1936 году плохо учившиеся вот эти науки, люди придумали, что надо сделать как во всем мире. И сделали как во всем мире. А чем отличается система выборов через фабрики и заводы от системы выборов по округам? Вы можете отозвать меня, если меня избрали, Баухову? Это невозможно практически. И даже теоретически никто не может. Но если меня вот завод направил, завтра соберут конференцию завода и скажут, так, Михаил Васильевич, вы много разговариваете и неуважительно относитесь к студентам. И все. И меня нет. Ну не то, чтобы вообще пустое место поставят. Вот человек готовый, молодой, серьезный, знающий. И все. А если надо, то есть не надо праздник делать из выборов, то есть вы можете поменять в любой момент. А сейчас нельзя никого отозвать. Никого. Как вы меня отзовете, я по списку прошел. Партия «Зеленый луч». Что вы весь список будете отзывать? Невозможно. Скажет, ждите в следующих выборах. А на следующий выбор я деньги дам в избирательный фонд, и меня снова в список поставят, и все. А если я даже не вхожу ни в какую партию, можно сделать так, чтобы я поставил для меня в список? А? Не платить побольше. Не, не так. Это делается. Вот я прихожу, а вы вот Зюганов. Да. А я вот не Зюганов, Попов моя фамилия. Люблю я вашу партию. Я да. А могу я помочь вашей партии? Конечно. А сколько нужно денег, чтобы прошло 10 депутатов в вашу партию, в парламент от вашей партии? На каждого депутата 4 миллиона долларов. Я и сам знаю без вас. 4? 4. Ну на 10 сколько надо сдать? 40. Даю вам 40 миллионов долларов в избирательный фонд. У вас вопросы есть? Нет. Хорошо. У меня просьба есть маленькая. Чтобы вот из этих 10, чтобы я один был. Можно? Без проблем. У нас же не обязательно проходить членом партии по списку партии. Не обязательно. По закону. Все. Вот кто сдает деньги, он не должен иметь иностранного капитала. Нисколько. У меня нет иностранного капитала. Вот вы потом собираете. Вот сейчас есть заседание фракции Компартии Российской Федерации. Он докладывает. И говорит, вот пришел один товарищ, очень любит нашу партию. И хочет нам дать 40 миллионов долларов. Чтобы мы провели 10 депутатов. Ну, тут знающие люди говорят, а он что хочет? Ну, он хочет в одно местечко из этих 10. И говорит, что будет за все голосовать, как партия скажет. Ему-то что, как голосовать? Ему-то все равно. Он не за этим туда идет. Зачем туда идет? В том числе и для освобождения от уголовной ответственности. Потому что там парламентская неприкосновенность. Вот если вы кого зарезали, то лучше в Думу пройти. Там могут и не проголосовать за освобождение, за снятие этой парламентской неприкосновенности. Вы не собираетесь в Думу? Я-то собрался уже. Мы с ним решили. Поэтому деньги очень легко конвертируются в политическую власть. А власть у нас экономическая передается по наследству или нет? Вот если я, Абрамович, кто будет, когда я умру владеть всем богатством? Миллиардами. Ваши дети. Мои дети. Ну, вот они будут к вам приходить, так они решат вопрос о том, куда, какую, по списку какой партии и кто куда пойдет. То есть, а дальше денежные средства легко конвертируются в политическую власть. Ну, вот примерно так. И тогда мы, вот то, что мы с самого начала сказали, что всякая государственная власть – это диктатура соответствующего класса, мы это немножко так рассмотрели, как это получается на практике. Потому что мы, как люди, которые занимаемся конфликтологией, конфликт изучаем, мы должны быть реалистами. И, так сказать, не сказки, чтобы нам не рассказывали всякие, а что мы видели реально, в чем состоит, так сказать, роль тех или иных институтов и знали, что такое государство. Государство. Конфликтовать будете с государством? Товарищ конфликтологи, сконфликтовать собираетесь с государством? Я вас предупредил об ответственности. Так. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. До следующей встречи в середине.